К сожалению, большинство тех, кто хочет перемен в России, уничтожение путинского правления и его последствий, уничтожение олигархии, запрашивают не идею, на основании которой должна быть построена Россия, а запрашивают какие-то организационные формы. Покажите мне партию, которая может взять власть, вот тогда я ее поддержу. Но поскольку все без исключения просят именно этого или требуют от кого-то, непонятно от кого, не от себя, то такой партии и не возникает. Требует социальной справедливости, то есть изменения в законодательстве, которое позволило бы улучшить материальное благосостояние именно того, кто требует. Не страны в целом, не построение общей системы, в которой, безусловно, люди должны жить достойно, а именно вот этот идеологический посыл, который является на самом деле выражением личного эгоизма. Вся та социальщина, которую предъявляют в виде некой идеи, на самом деле идеей не является идея социального государства или правового государства. Это только лишь символы, звуки, но это не идеи, это не формирование какой-то идеологической доктрины, которая должна воплотиться в организационных формах, должен быть поднят флаг, символический центр единства, и люди должны, ориентируясь именно на идею, встать под этот флаг. Тогда можно что-то сделать. Если этого процесса не происходит, он техническими средствами нынешней власти выключается, но и люди не проявляют активности, все время чего-то боятся, у них очень много дел оказывается, то есть у них нет вечерних часов отдыха, нет выходных, они заняты просто по брови, и они не могут ни в чем участвовать, вообще ни в чем. В том числе и в спасении своего отечества, в том, чтобы обустроить Россию так, чтобы следующее поколение, наши дети, внуки и так далее, жили нормальной, нормальной человеческой жизнью. Но эта человеческая жизнь предусматривает некую идею государственности. Если кто-то хочет прожить без государства, то он проживет без своего государства прежде всего. Вот были отягощены люди бременем государственности и проклинали его. Мы получили без государственное существование. Сегодня мы в таком состоянии живем. Накликали беду на свою собственную голову. Надо теперь как-то понять, от чего это произошло. Прежде всего от того, что вы были деидеологизованы, идеологизация осталась только в рамках партии КПСС. Там вся идеология была сосредоточена, вы не ассоциировались с этой идеологией. Произошел переворот, который эту идеологию снял, и вы облегченно вздохнули, потому что партийный диктат наконец-то отошел в сторону. Сейчас уже забыли о том, что был этот облегченный вздох всего народа. Но взамен ничего не пришло. Взамен не было никакой идеи. Точнее, она была идея, но ее никто не поднял. Была идея антигосударственного личного обогащения. Она доминировала в 90-е годы. Сейчас отошла как-то в сторону, потому что те, кто был способен обогатиться, обогатился. А те, кто был не способен, теперь ноют, что они не обогатились, но хотели бы все-таки в этот социальный слой как-то перейти. Но если не перейти, то дайте нам хлеба и зрелищ. Вот такой переворот произошел. А настоящая идея лежала на поверхности. Это идея русской национальной государственности, опирающаяся на традиции и исторический опыт Российской империи прежде всего. Не захотели, не увидели этой идеи. Идея остается, пожалуйста, она лежит. Вы попробовали коммунистическое безобразие, которое здравому человеку ни в коем случае не могло быть по душе. И не было по душе. Это мы знаем совершенно точно по тем временам. А сейчас такие вот ретроградные амнезии, люди все позабывали. И теперь на место тех безобразий помещают некие такие фантазийные картинки, которые будто бы отражают жизнь тех, кто жил в СССР. Вот все это, все эти картинки абсолютно ложные. Я это точно знаю, поскольку сам жил в этих условиях и очень хорошо все помню. В отличие от тех, кто нам рисует замечательную жизнь в СССР. Идея лежит на поверхности. Почему ее никто не берет? Почему ее никто не берет? Даже православные люди там продолжают говорить одно и то же. Надо молиться и молиться. Молитвами государство не построишь. Помолился, тебя Господь Бог благословил на деяние. Ну так иди и делай. Получается, что не делают. И вот это недеяние превращается в сплошное нытье. И православная общественность не берет никакой идеи. Где идея православной государственности? Где формирование политических структур под эту государственность? Под то, что она может быть. Выдвижение этой идеи как политической. Этого ничего нет. Нет партий и просто общественных объединений. О партиях отдельная речь. Есть партии по закону. Есть настоящие партии. Наша партия Великой России. Это настоящая партия. Правда, партия Орден с несколькой другой формой объединения. Но вот эти партии Думские, все зарегистрированные партии, это совсем не партии. У них нет никаких идей и никакого образа будущего. Нет и быть не может. В свое время это уже было давно. Но мы с друзьями написали национальный манифест. Вот такую брошюрку. Это своего рода альтернатива коммунистическому манифесту. Коммунисты в свое время опирались именно на этот манифест, как на идейную основу дальнейших переворотов, на которые они рассчитывали, и которые в конце концов произошли в некоторых местах. Потом все это сдуло. Сейчас мало кто вспоминает этот манифест, потому что если его читать, там волосы дыбом встанут. Чего же хотели коммунисты? Но чего они хотели, они того и добились. Ликвидации государства в России они добились. И в других местах сейчас тоже происходит тот же самый процесс, но уже коммунисты не вот те большевистского склада, марксистского 19 века, новые нео-большевики. Вот вся эта публика разного рода меньшинств. Вот все эти меньшинства, они ломают государственность, потому что государственность опирается на большинство. На большинство. А это большинство распалось. В России нет никакого большинства. Есть формально русское большинство, и оно должно было бы добиться построения русского национального государства. В союзе, естественно, с другими коренными народами. Никто этим не озабочен, и все озабочены только такими социал-демократическими требованиями, непонятно к кому. Дайте нам больше. Больше зарплату, лучше товара, лучше жилье. Дайте нам больше. Ну им говорят, все будет у вас, потерпите еще. Будет, будет, будет. Все. Вот одну проблему решим, другую проблему, третья наступит. Мы ее будем решать. А потом когда-нибудь, так же как и коммунисты лгали, а теперь вся эта комарилия, которая у власти не только в России, тоже так же продолжает врать. Есть сочинение, в котором идеи, русские национальные идеи, сконцентрированы все вместе на понятном языке. Некоторые пытаются писать на языке XIX века, копируя религиоведческие, духовные тексты. Это совершенно не нужно. Нужен политический текст. Вот политический текст написан. И я хотел бы несколько передать, посвятить этому тексту. Просто его зачитываю. Сейчас зачитаю первый параграф первой части. Первая часть называется «Нации и олигархии». И первый параграф – это «Интервенция зла». Вот что здесь написано. Мировая война не закончилась, когда замолчали пушки. Она лишь отступила в тень, прикрывшись миролюбивой риторикой и гуманными намерениями. Агрессор сменил стратегию. Вместо физического истребления народов и государств он занялся уничтожением народной души, рассудка политиков, разума мыслителей, веры, верности, любви, чести, всего, что составляет достоинство человека и складывает из отдельных людей нации. Убивая дух нации, агрессор стремится остановить историю, задержать ее в тот момент, когда ему удалось подчинить и обратить в рабов самые свободолюбивые и творческие народы. Имя агрессору – мировая олигархия. Сущность ее – мировое зло. В тиши кабинетов и вдали от фронтов мировых войн, а затем и холодной войны, занявшей весь XX век, под покровом пропагандистской перестрелки противоположных формаций, отвлекающих нации от преодоления реальных проблем, был подготовлен новый план-заговор, по которому сложившаяся мировая финансово-политическая олигархия и ее сторонники в господствующих группировках ведущих мировых держав пытаются обеспечить свое доминирование, подавляя нации и разрушая суверенитет государств. В данном случае мы как раз указываем, что есть главное противоречие. Не противоречие между классами, не противоречие между личностью и государством, а противоречие между олигархиями и суверенными нациями. Против свободы наций сегодня ведется мировая война с целью утверждения, сохранения и усиления господства олигархии, в которой наемные отряды лицемерных писак и циничных демагогов применяют самые изощренные вероломные и подлые приемы и методы, выступая под знаменами с лозунгами общечеловеческих ценностей, здравого смысла, любви к свободе. Когда эти виртуальные армии исчерпывают в конце концов средства воздействия, их сменяют финансовые и торговые агенты, призванные обращать в прах экономический потенциал стран, которые они выбрали в качестве жертвы, или, если представляется подходящий момент, призываются оккупационные вооруженные силы. Последние вступают в дело, чтобы железом и кровью уже окончательно утвердить в той или иной точке земного шара безграничную справедливость, не останавливаясь и перед широкомасштабным, устрашающим использованием литого свинца. Неценности, смыслы и свободу несут народом новоявленные спасители человечества. Гуманитарные интервенции уже несколько десятилетий оборачиваются по отношению к народам, освобождаемым от средневековья, тоталитаризма или отсталости, беспощадной эксплуатации, обнищанием, утратой независимости, закабалением и оккупацией. Горячие войны сохранились как дополнительное подкрепление гуманитарных операций. Они носят кратковременный или локальный характер. Зато не прекращаются ни на день, ни на минуту и приобрели перманентный и всеобщий характер информационной войны, объектом которых являются массовое сознание, мировоззрение, образ жизни. Вот это первый параграф, который призван ввести в тему и обозначить главное противоречие эпохи. Это не противоречие между формациями, не противоречие между великими державами, ничего этого уже давно нет. Все это разыгрывается только как картинка, чтобы отвлечь ваше внимание от главного. Главное это противостояние национальной идеи и олигархической идеи. И под каждую из этих идей мобилизуются свои ресурсы. Но национальная идея в течение 20 века, второй его половины была угнетена, но все началось еще с революции, с французской революции и так далее. Но именно в 20 веке реализовалась идея, замысел как либералов, так и марксистов по уничтожению государства. Они реально обрушили государственные институты, которые все еще существуют как ширма. Главное предназначение этой ширмы – это скрывать реальные процессы властвования. Они ни в коей мере не опираются на государственные институты. Это нас с вами пытаются заставить жить так, как вроде бы предрекают политические верхи. А на самом деле все происходит не на глазах и не по закону. То есть все самые существенные процессы существуют под спудом. И это процессы, организованные олигархией. А нации, национальное строительство угнетено, и мы сами позабыли об этом. То есть вроде государство существует, мы пожимаем плечами и говорим, ну, вроде бы по этому вопросу у нас все в порядке. Государственность есть, границы есть. Конституцию какую-никакую объявили, вот она существует, законодательство существует. Вроде нас каждый день не грабят на улице. Но нас грабят на самом деле каждый день. Только теперь уже не на улице. Не надо грабить на улице, чтобы обчистить ваши карманы. Все делается несколько иначе. И убивать вас тоже не надо, вот прямо с помощью какого-то оружия. Осуществляется геноцид, то есть комплексное решение проблемы по уменьшению количества людей, которые требуют каких-то социальных институтов, политических институтов, национального бытия, национального будущего, исторической миссии для исторических крупных народов, к которым относится русский народ. Вот это все подавлено не только средствами информационной промывки мозгов, но подавлено в людях, которые привыкли мыслить себя продолжателями СССР, КПСС, идеи социальной защищенности, социальной справедливости, либеральных свобод и так далее. То есть люди, пропитанные миазмами XX века, забыв, в чем состоит сущность государственности и национального существования, национального единства. Вот мы стремимся к тому, чтобы возвратить людям это понимание, чтобы они отбросили либеральные и леваческие мифы и обратились к собственной русской национальной истории, национальному опыту, отбросили все это вранье и увидели правду своими глазами, что высший взлет государственности приходится на XIX век, а не на XX. Все познается в сравнении, не надо сравнивать СССР с столетней давностью ситуации в Российской империи. Вы сравните одномоментно ситуацию, роль России в мире в XIX веке и роль России, не России уже, а СССР в XX веке. Это же совершенно противоположности. Если Россия вырастала как лидер цивилизованного мира, то СССР был антиподом, антиподом, который искалечил много чего и в других странах. И XX век искалечил всю государственность, а в некоторых случаях ее порушил. И логичным продолжением СССР является РФ, и сегодняшняя логическим продолжением КПСС является Единая Россия. Сегодня все продолжается в той логике, которая была заложена большевистским переворотом. Вот это надо понять, что либералы и коммунисты – это левые, одни и те же левые, а мы должны стать правыми, альтернативой, которая видит, что эти вроде бы между собой враждующие группировки на самом деле есть одно и то же, направленное против нас. И те разные враги, может быть, но они для нас одни и те же по классификации, свой-чужой, они чужие. Слава Руси, Господи, спасибо!